23 сейчас визар 3 8 мы только что сплавили варники и шмотки вот этому торговцу рапаксу участок у меня появилась идея появилась идея что-нибудь у него купить купить смотрим тут в основном надо было сперва посмотреть что мы хотя ладно какая тут принципе по цене все понятно очарованная кота на 49 ерунда по цене все видно сразу на меняющий копью вот она у нас есть дароносец нету рукавые стрелы а ну это дротики за два дротика 25 вы че издеваетесь это очень дорого проща снайперские стрелы брать я думаю что давайте все стрелы скупим его это расходники и даже обычные камни скуплю и все болты скуплю денег у нас просто немерено жука я вдруг их больше не появится я ведь не знаю кольчужная плетеница интересно кстати плюс 9 что у наших героев а ну эти плюс 10 уже в этих латы а вот у этой клёпаная плетеница ей нужно в этого кожаная однозначно клёпаную плетеницу надо брать темпать чем паче что она до клёпаную плетеницу берем берем плетеницу только сперва давайте посмотрим может есть что-то еще лучше по ножи по ножи по ножи нам еще рано смотреть по ножи давайте с торцем разберемся чем защитить его кольчужная плечо кольчужную плетеницу однозначно берем сразу нацепляем ее на нашу валькирию вот оклепанную плетеницу на нашего новичка на нашего механика мадрасса по ножи аберрона клёпаные по ножи плюс 8 не ерунда все это шлем с бармицей плюс 9 кому-нибудь нужен шлем с бармицей полный шлем вот нужен шлем бармицей однозначно причем их даже нужно было бы два иметь хорошему шлем с бармицей берем стальной это уже не то гермолка тюбетейка армет что за опаньки армет плюс 10 прикольно а шлем с бармицей плюс 9 армия бармет берем в первую очередь денег на вала мать я правда забыл над о 8000 сука это очень дорого шелом плюс 12 12 тысяч друзья я вот не знаю нужно ли раскошеливаться мы в принципе ведь купили очень много купили очень много всякого всяких стрел неужели неужели нам не хватит шелом надо брать друзья по любому шелом армет все это достойно покупки так давайте шелом купим шелом это самый лучший самый лучший шлем ну и этот шлем мы наденем на ту кого самый слабый класс брони а это виталия на виталию нацепляем и у нее класс брони становится 9 а ее полный шлем на продажу пойдет однозначно на продажу также в принципе меня интересует и армет армет это класс брони плюс 10 тоже неплохо но давайте сперва продадим полный шлем который мы только что кожаная плетенец ну что-то мы продали совсем уж задешево совсем не не нравится цена кинжалами вообще никто не пользуется у нас давайте от кинжалов тогда тоже избавляться длинный лук но длинный лук а кому он может понадобиться значит у вора он есть следопыта он есть а больше никто стрелять ты не будет поэтому длинный лук продаем 580 все равно это деньги все равно это деньги так и теперь нам нужно купить то что мы хотели но вообще давайте посмотрим какие еще есть инструменты какие есть вернее шлема кожаная кираса суконная рубаха шлем с бармицей вот носу к плюс девять плюс девять а что там 8000 стрела армет плюс 10 к на это дорого гулять сейчас посмотрим какие еще есть перчатки по ножи может быть серебряные солереты 6000 плюс 12 класс брони это конечно прикольнее серебряные солереты вот у этой вот что у нее просто солереты у этого вообще кожаные башмаки но он насилит в принципе особой роли не играет что купить давайте купим то что сверху то есть покупаем этот как его шлем за 8000 хотя почему шлем за 8000 если мы можем купить серебряные солереты 6000 кольчужные поножи плюс один у них класс брони плюс 10 4000 кстати недорого кольчужные поножки недорогие у этой клёпаные поножи плюс 8 вообще плюс 6 пустину кольчужные поножи может быть тогда остальные наручи плюс 10 в этих какие у этих какие наручи сейчас посмотрим тут надо хорошо подумать тут и стальные наручи плюс 10 у этого плюс 8 медные перчатки то что дешевле то и берем вот вот так вот так я решил за 2000 что-то я бы видел там ориентировочный щит ветров это не надо поножи аберрона плюс 7 ерунда шлем с бармицей почему бы нет шлем с бармицей берем однозначно и цепляем его на нашего бойца полный шлем продаем но давайте продадим сразу про значит полный шлем за жалких 700 монет что еще мы можем купить серебряные соляреты они нам нужны кольчужные поножи плюс 10 берем берем кому пальчужные поножки плюс 10 у кого класс брони самый низкий 9 15 9 есть любой вот из этих девок кольчужные поножи можно вручить сюда клёпаные поножи это плюс 8 у этого вообще плюс 6 вот это плюс 7 этой соответственно клёпаные этому бронзовые эти продаем соответственно которые только что с высвободились дубленные поножи их же может носить только кстати смотрите дубленные поножи может носить и следопыт но у него уже такие же продаем продаем так что еще можно купить серебряные соляреты мне приглянулись стальные наручи плюс 10 тоже неплохо и кстати стоят они сука 6 2000 всего стальные наручи берем убили стальные наручи и отдаем их тому у кого самый слабый класс брони а именно виталии медные перчаточки соответственно продажи продать что не помню медные перчатки у нас медные перчатки в инвентаре почему их продать то нельзя торговли продать вот они медные перчатки у нас еще две семьсот что там еще из брони по ножа беру на плюс 7 ерунда сразу нас две семьсот всего осталось чё тут на 200 уже ничего не купишь ну да деньги кончились деньги кончились хорошо принципе мы хорошо так приоделись увидимся поправили свое так сказать обмундирование давайте поспим и двинемся к северной пустоши как нам советую игроманское прохождение я прохожу локации в той последовательности как написано в игроманском прохождении потому что я не ставлю цели тут как бы быть первопроходцем и так далее один хер это игроманское прохождение но только как путеводитель такой очень простенький там вот допустим вот про это что-то движется больше мяса для нашей стати просто время жалко на них тратить с другой стороны с другой стороны а после них вываливаются деньги это тоже хорошо так благословить хорошо попробуем сегодня что может предложить я думаю даже магию не стоит на них тратить абсолютно ну давайте сдавайте их замочим просто и все я не знаю давайте безумие на них применим этих несчастных только кто из них сильнее надо посмотреть грабители карманники это седьмой уровень а грабители это уже девятый на грабителей а вообще можно без всего этого обойтись давайте не будем даже отвлекаться сейчас просто замочим их и все сейчас они подойдут поближе я фаерболом накрою дело в шляпе фатальный выстрел друзья исполнение следопыты да уже прилично мы натаскали нашего следопыта на стрельбу из молча никак куповать нельзя да обязательно непонятные слова произносить ну давайте мы сейчас обработаем снежным шаром если получится я особо общение не у них не боюсь их честно говоря абсолютно вот и как сегодня что он может предложить ну применить безумие магию жалко тратить ну давайте безумие применим на на грабителях он они сзади стоят улыбаются будет стихо кстати поскольку у нас появился в команде механик нужно будет хорошенько изучить что мы можем сделать из так трое грабители безумные все все безумные кого мы на кого мы натравили это заклинание все обезумели там еще какой-то гражданский бегать надеюсь он в бой не вмешается потому что это монах какой-то еще деньги вот за что я люблю бандитов что после них деньги вываливаются брак не присоединились больше я магию точно тратить не буду карманник бежит спасает свою жизнь ну и там его настиг братки грабитель безумный бьет своего будет сделано карманник отступает в том что он безумный он еще в него есть хватает ума отступать интересный момент перерыв что перерыв и не понял какой перерыв компьютер интересно просчитывает инициативу слушать тебе мало что ли от брата ли получил теперь еще к нам пристаешь не его жалко честно говоря Есть! Че, дружок, ты попал. Это последнее, что он услышал в своей жизни. Там убегает, убегает карманник. Че, будем преследовать? Давайте кинемся вдогонку. Не позволим уйти. Вон, куда баратли, туда же и нам. Мы его, ракер, догоним. 5 тысяч мы заработали. Опыта. Собираем трофеи. Маньгош какой-то. Ну, маньгош это кинжальчик дешевенький. Прямо скажем, мало на что пригодный. Сейчас попробуем задремать немножечко. Отдохнем. Тут таверна, здесь нам точно ничего не угрожает. Рада тебя видеть. Кстати, давайте про слухи спросим. Чем могу служить? Может, какие-то слухи появились? Слухи. Быстрее будет самому набрать, чем искать тут в этой таблице. Это вам обойдется в некоторую сумму. Легко, легко. Я слышала, как один из моих клиентов говорил о каком-то шлеме, который там спрятали Тринни. Ничего больше я о шлеме не знаю, но они явно считали, что он очень важен. Здесь какая важная информация. Если бы ты мне сказала, где его хотя бы искать примерно, ориентировочно, эта информация имела бы какую-то цену. Тут шлем авиас, на каждой локации спрятаны. Короче, ничего нового она нам не скажет, я так понимаю. Так, о торговле что? У нее можно купить стрелы, камни, обычные причем. Ничего интересного. У меня их и так очень много. Продать. Продать. Мэнь Гош можно? Мэнь Гош ей не нужен. Опять же, только расходники она покупает. До встречи. Так же, как и продает. Увидимся. Вздремнем, вздремнем и двинемся в сторону северной пустоши. Нам на юг, а на юг и восток. Вот туда. Смотри, тварь какая-то! Нам сейчас драка. Не хотелось бы просто отрекаться на это все. Черт, это монастырь. Это не то, что нам надо. Выход, понятно. Западнее. Кстати, я прохочу вспомнил. Я сейчас посмотрю. Инвентарь. Квестовые предметы. Квестовых-то и нет у меня. Кстати, давайте изучим то, что нам неизвестно. Много должно быть. А, неизвестного, кстати, ничего и нет. Все известно. Какие книжки у нас есть? Книга исцеления. Книга исцеления, лечение. Она, в принципе, никому не нужна. Дальше мы держим путь в северные пустоши. Так, это надо дорогу в Арнику, да, перейти. Для этого нужно двигаться на восток. Ускорение будем включать только, чтобы убежать от врага. Чтобы, не дай бог, в полусерьезной схватке у нас не кончилась энергия. Энергия это силы. То есть в процессе боя после каждого удара тратится энергия. Если она кончится, то... Персонаж впадет в бессознательное состояние. Устанет до смерти практически. Так, ну и вот северная глушь. Это просто четко на север нам идти. И мы не ошибемся. Погнали. Если появятся враги, попытаемся убежать. Попытаемся. Не удастся, ничего страшного. Подеремся. Накачаем опыт. Я просто... У меня есть сомнения. Имеет ли смысл в этой игре прокачивать? То есть, допустим, манчики... Вот они, идут. Сука. Ах, больше мяса для нашей стали! Не ушли. Мне кажется, не имеет смысла. Потому что мощность противника, она автоматически подстраивается под мощность игрока. Поэтому у меня есть сомнения. Так. Эффекты атаки... Они могут отравить иммунитет. Их безумие, к испугу, тошно... Они могут отравить. А раз они могут отравить... И атакуют на расстоянии, то я думаю, что их нужно сейчас просто накрыть огнем. Иммунитет у них к чему? Кстати, я забыл посмотреть. Иммунитет. Безумие, испуг, тошнота, гипноз. К остальному у них иммунитета нет. Давайте снежный шар на них применим. Ну, а это моментальный огоньчик. Будет сделано. Так не будет. Они очень медленно перемещаются. Ну, значит, наш воин... Ой, наш маг не промахнет. Потому что промахи идут, когда ты целишься в одно место, а они вдруг за один ход удвигают не знаю куда. Все получили. Смотрите, одним выстрелом мага мы убили четверых юнов. Остался один несчастный. Сейчас мы его и прикончим. Рукопашный причем. Слушаюсь. Это очень слабый был соперник. Для нас. Скорее просто как раздражитель и отбиратель нашего времени. Что-то шевелится. Ай, блядь, да что ж ты будешь делать? Опять ядовитый вьюный. Вы нас оставите в покое, нет? Снова придется тратить боевую магию. Я просто переживаю только из-за того, что трачу боевую магию. Потому что эта мана может пригодиться в схватке с серьезным противником, а не вот... Окей. Как сейчас. Как сейчас. Eye. Окей. мне показать валькирии новый уровень что обычно естественно силу ловкости что еще можно качать магию пока не будем древковое оружие ближний бой а вот дальше я даже не знаю ближний бой древкового оружия булава и цепь пускай пусть она будет специалистом по булавом и цепи если вдруг у нас появится такой инструмент чтобы был человек который мог им пользоваться опять же это должен быть достойный инструмент очень хороший качественный переходить тут как говорится нужно подумать что использовать средненькое копье скотт который у нее вас на развитый навык обладаю владение либо какую-то крутую булаву или цепь но если у него вот так движется тварь ермолка иди нахер нам надо сваливать отсюда пусть черт подери хотел свалить но побежал не в ту сторону так то можно было убежать три разбойника три разбойника у них сопротивляемость принципе земли высокая воды воздуху огню вообще нет сопротивляемости я не знаю разбойники у них дальнобойной атаки нету я думаю что мы просто их встретим сейчас пускай они к нам подходят мы их рукопашную просто зарежем и все здоровье правда конечно многовато у них 126 сказать что прям совсем простые соперники противники соперники скотт если парни не так у себя он как я думал реально может оказаться проблемой замочить поэтому давайте огненный шаг не будем будем испытывать ментальный огонь бесполезно паралич но они слишком мелкий противник чтобы паралич испытывать ну давайте кстати паралич попробовать нет подождите подождите надо ману и экономить нам здесь негде ночевать поэтому ману лучше экономить пока что ментальный укол давайте я не знаю псевоника вообще тогда не будем пока использовать не надо ничего не надо ничего абсолютно так защищаться будет сделано остальные дерутся смотри в него попадаешь он не не ранится они уворачиваются они уворачиваются пошел второй пошел смотри че творит а сука справимся мы с ним нет я думаю должны давайте всякой магии сейчас просто запинаем его камнями стрелами чем угодно магию надо экономить смотри 4 тысячи очков опыта но вот я еще раз говорю что после бандитов хорошо то что много очень муто остается который можно потом продать да это не самые крутые вещи но более того они поскольку их много вываливается то их можешь потом продать у тебя большая сумма набегает в магазине торговцы так нам на север нам на север наж band ну налей секундочку пиво налю 눈 при продолжим Вот здесь, кстати, можно вздремнуть Давайте поспим Здесь специально сделан закуток Куда никто никогда не перейдет, как я понимаю Я в это верю, по крайней мере Сейчас попробуем здесь заночевать Успешно заночевали И, наконец-то, сейчас мы окажемся в северной глуши Не знаю, что нас там ждет абсолютно Надеюсь, не те лошади, которые, значит, сводят с ума В этой игре есть такой противник Типа единорогов или еще что-то Они применяют заклинание Заклинание сумасшествия Это просто жесть У нас нет защиты от сумасшествия до сих пор Нам никто и не предлагал такое заклинание Если сейчас вот такое начнется Это будет катастрофа Я не знаю, как играть в такой ситуации Идем просто по границе карты По границе, чтобы просто знать, где эта карта заканчивается А потом уже будем исследовать сердцевину и так далее И в будущем Ну ладно, я тоже Не знаю что-то как-то здесь подозрительно тихо никто на нас не нападает хотя мы уже прошли были довольно таки приличный участок я скорее всего сглажу конечно если уже сглазил по-любому нас уже где-то ждут с другой стороны эта игра так и должно быть это рпг бои это 70 процентов геймплея в этой игре ибо и что хорошо что действительно хочется отметить они такие тактические да иногда бывает что тебя начинает раздражать их количество что ты вроде бы только закончил те не дают поспать респица враг но на самом деле за это за эти именно тактические по игру и любит это то же самое что пулу фраденцы да вроде монотонная игра да вроде однообразная но бои тактика вот в чем фишка то за это все это и все ее любят и когда ты долго в нее не играешься начинаешь скучать по этим боям начинаешь понимать насколько все было круто да когда ты играешь по 5 6 часов в сутки в запой и ставишь цель пройти игру за две недели допустим как я то по заебывает прямо скажем но это именно потому что я форсирую прохождение то форсирует так условно на самом деле можно пройти быстрее лук неопознанный сейчас опознаем длинный лук обычный длинный лук коих у нас уже у кого надо они все есть на продажу исключительно кстати в этой игре в этой игре вес инвентаря не ограничен похоже на настоящую схватку твердоклык сука вода воздух земля сопротивляемость высокая огню нет сейчас нужно будет выкладываться то есть использовать по максимальке разряд энергии и очень желательно применить попробовать безумие получится или нет это вопрос второй или паралич паралич давайте попробуем паралич будет сделано валькирии не не повредить применить благословение хорошо но и все и ждем то есть начинаем бой он улите стережет какие-то артефакты его за его спиной там что-то крутится так папири он вырубил она без сознания он вырубил 6 какая ужас просто жести ребят так магу еще раз разряд энергии на нем кстати 120 здоровья мы уже сняли с ним теперь у меня бойцов нету которые должны были его избивать в этом проблема так лечение ран сейчас нужно но вы на валькирии допустим первое будет сделано марине укусы конечно замечательно он очень хорошо бронирован сука но валькирия с 30 здоровьем 30 здоровьем еще валькирия дерется просто изумительно у меня конечно эти валяются без сознания кстати может чахоточную соль применить чтобы их разбудить но я надеюсь что мы обойдемся без их устных услуг пусть 5 так сказать будет сделано как этому применить лечение валькирии будет сделано могу разряд энергии валькирия работают в обычном режиме здоровье у него осталось если мы переживем у меня с боец присмерти то это будет большая удача очень большая удача попробуем вылечить валькирию будет сделано бойцу надеяться только на удачу могу приказать магическую атаку делать боятся прям чудом выжил одна идиница здоровья все замочили переигрываем этот бой ничего страшного я в принципе сохранился прямо вот перед этой пещерой а вот она опять эта тварь ну вот сейчас мы по-любому должны справиться то есть во первых валькирия кастует у нас благословение хорошо псевдоник кастует самошедствие на этом уроде безумие вернее да безумие кастует будет сделано маг применяет разряд энергии на нем вот те ну и все погнали погнали воевать звернули и без tomatoes без эффекта не сработало . . . . Промазал второй раз, а вот третий нет. Ну, как сейчас, сознание никто не потерял. Четвертый раз, пятый раз промазал. Заебись, нам сейчас просто везет. Магу разряд энергии. К сегодняку, в принципе, безумия, я не знаю смысла, нет. Ментальный укол. Остальные в обычном режиме. Приск, просто это здоровье, уже сняли с него. Он нахудает? Не удалось, не удалось запугать. А вот он напуган. В этот раз точно ему не поздоровится, мы победим. У нас потери здоровья практически нет. У него она катастрофическая. 160 здоровья осталось от 360. Извините, пожалуйста, друзья. Так. Ментальный укол. Хотя он мало уязвим к менталу, конечно. Хотя, как раз к менталу, так он и уязвим. Маг. Ментальный огонь. Не-не-не. Ментальный огонь. Мага. Разряд энергии. Все остальные в обычном режиме. Напугали, напугали двери. Он еще и обезумел, кстати. Хотя я безумие на него не применял. Осталось 11 здоровья. Но это до одного удара. А вы, ребята, не так уж и... 7000 очков. Ну и посмотрим, что он тут охранял. Что-то полезное? Охранял он здесь. Ворл ебат. Это меч. 5.11. Ну, что-то посредственные характеристики. У нашего бойца меч. 5.16. На продажу исключительно. Дротики. Свиток. Свиток замедления. Приспольдно оцелится на группу врагов. Кажется уменьшить их скорость. В случае успеха замедления существователь является более изюмным и беззащитным. Тут вообще целый склад. Ну-ка, да-ка, ну-ка. Убоженный шлем. Это и вообще чушь полная. На продажу. Чехпых. У нас их уже немерено. Стикс. Волынка. Это музыкальный инструмент. Свиток каменного бича. При использовании возникает вихрь, несущий камни, который кружится по сектору перед заклинательным, побивает врагов камнями. Это заклинание играет камней. Ерунда. Книжка. Вот это ценно. Вот книжку сейчас нужно будет опознавать. Книга возвращения. Заклинание вернуться к порталу. То тем, кто изучает любую из четырех магических книг, этот том даст все знания, необходимое изучение заклинания и возврата к порталу и прибавит некоторое количество манок в сфере магии воздуха. При использовании заклинания весь отряд возвращается к месту персонального портала, назначенного заклинателем. Я вот не знаю, у меня сможет маг это прочитать? У него уже такая книжка есть? Не может понять письменно. То есть, видимо, уровень недостаточен пока. Уровень недостаточен. Настойка теней. Тут ничего интересного. Книга возвращения, книга исцеления. А что у мага? Книга порталов. Создание портала и прибавит некоторых манок. При использовании заклинания означает персональный портал. Я не пойму. Тут заклинание установить портал, а это заклинание вернуться к порталу. Понятно. Магу кинем. То есть, ему надо будет обои эти книжки со временем изучить. Но пока, видимо, уровень недостаточен. Давайте сохранимся. И попробуем разбить лагерь. Отдохнули, заночевали. Все хорошо. Никто нас не потревожил. Но это пещера. То есть, укрытие. Если вы ночуете в этой игре где-то... Кстати, на карте виден враг. Боюсь, что придется принять бой. Не хотелось бы. Хотели? Это кто там? Это маки, по-моему. Ядовитые вьюны. По-моему, мы с ними уже сталкивались. И это, в принципе, не так уж страшно. Но их очень много. Но чем их больше, тем эффективнее... Огненный шарф. Тваль какая-то. Тут все очевидно. Эмеральдовый слизень. Девятый ранг равен игроку. Атака на расстояние броска парализовать. Тошнота. Неприятный тип. Неприятный. Вода, воздух, земля. Вода и земля, он вообще непробиваемый. Давайте тогда атакуем его. Достойный противник. Это достойный противник. А может быть не стоило? Давайте попробуем просто обойти. Зачем нам с ними драться, действительно? Зачем нам с ними драться? Попробуем просто пройти мимо, как будто мы здесь ни при чем. Где там этот слизень? Так, побежали. Ааа, блядь. Нет, не пропустили нас. Не пропустили. Ну и ничего страшного. Проблема-то, господи. Они же бьют не на расстоянии, по-моему, да? И спускают горящие споры. Отравить. Иммунитет. Байзуми. Испукт, что на так гипноз. Здоровья мало. Здоровья вообще у них нету. Пускай к нам подходят поближе. Мы их встретим. Просто их очень много. Придется долго ждать, пока они к нам все подтянутся. Сейчас, в принципе, один фаербол хороший. Но максимум два, они все решат. На самом деле, решит один фаербол, а потом останется просто добить их. Без оружия ближнего боя. Их очень много, поэтому бой, боюсь, затянется. Очень много. Тринадцать врагов. Пипец. Нас еще раздражают. Тогда надо быстрее кидать огненный шар. Побыстрее с ними закончить. О'кей. Псионику. Ментальный огонь. Будет сделано. Ну, все, в принципе. Примите мои извинения. Я позволил себе потерять сосредоточенность. Пипец. Я весь в рамок. Сивоник. Сивоник ошибся. Слишком жестко. Я слишком большую силу выбрал заклинание. И он, короче, вместо того, чтобы атаковать вьюнов, вьюнов, он атаковал свой отряд. Вот это проблема. Сейчас придется долго всех откачивать. Есть у вас что-нибудь подходящее? Кончились камни у механика. Для его пистолета. Походу, вот эта ошибка псевоника, она будет роковой. Хотя, смотрите, какая роковой. Мы одним заклинанием убили всех практически. Осталось всего 4 сорняка. Два вьюна и один железный сорняк. Все отошло. Мое внутреннее равновесие восстановилось. Сивоник уличит самого себя. Будет сделано. Магу, я не знаю, принять зелье знахарки тогда. А, но у него зелье лекаря, как-то жалко. Жалко тратить. Ну, наверное, придется. Или что? А давайте град камней выберем. Окей. Остальные справятся. Нам один хер придется в пещеру идти. Что-то переночевать. Потому что мы дохлые. Благодаря псевонику, который постарался, так сказать, в кавычках. Кого-то отравили, я вижу. Отравили валькирию. Мои бедствия прекратились. Они еще, зараза, не хотят к нам идти. Нам придется к ним самим бежать. Все равно мы до них не добежали, блядь. Это обидно. Открывай не хочу. Я чувствую, что... Ну, давайте, придя. Здравствуйте. Последний пидор остался. Отлично. Будет стереть. Гораздо лучше. Отлично. Серт, я слушаю. Тело ранит, я слушаю. Кажется, уже лучше. Так, лечение. Давайте мага подлечим. Совсем плохо. Соберем шмотки. Сейчас придется снова отходить к пещере. Блядь, да что ж такое? Слизень какой-то. Эммеральдовый слизень. Сопределенностью в воде, в воздуху. Вода, земля вообще бесполезна. Сейчас это, честно говоря, не кстати. Окей. Обезумить его нельзя. Да маны-то нет уже особо-то. Ментальный укол давайте обычный сделаем. Будет сделано. 133 здоровье. Сейчас нужно вообще-то этому лечить вообще-то самого себя и прочих персонажей. Будет сделано. Давайте попробуем. Надеюсь, его не плеваться в нас будет. Подойдет поближе. Зараза, плюется он у нас. Дождется к нам к нему идти. Дождется идти к нему. Будет сделано. Миллениум могичью. Миракамас. Я не понял, почему мы не пошли. Я ждал команды двигаться к нему. Что за жесть? Окей. Будет сделано. Я ждал команду идти к нему. Есть. Не дошли, к сожалению. Не хватило хода. Надо было бежать, видимо. Нам один хер. После этого боя надо будет возвращаться в пещеру на отдых. В таком виде. С такими параметрами здоровья, маной. Мое внутреннее равновесие будет сделано. Полезно. Дальше идти. Я в ранах и ушибах. Черт. Так, все. Отправляемся в пещеру отдыхать. Только и найти бы ее. Я уже не помню, где эта пещера. Где мы этого быка-то завалили? Вот здесь, по-моему. Опаньки. Не здесь. Где-то была пещера. Вот она. Отдохнем. И продолжим уже в следующей серии, друзья. Всем спасибо. Всем до свидания. Все отошло.